Дамы и господа, здравствуйте. Мы с вами продолжаем проходить Expeditions A Mad Runner Game. Начали мы новую экспедицию. В этот раз взяли не ту маленькую, нивоподобную машинку, а кое-что посолидней. Включим фары и будем дальше копить деньгу, потому что деньгу мы всё потратили ещё в самом начале прохождения, в чём, конечно же, совершили огромную ошибку. У нас подгрузились текстурки. Конечно же, сразу их зачем загружать, они же не так важны. Вот и тихонечко колбасимся. Вот тут, кстати, прямо перед нами, я посмотрю, некая опасная ямочка, но Шишига делает своё дело, особенно на полном приводе. Хотя, здесь мы уперлись мостом, там кузовом, но едем. Сейчас нам необходимо добраться до точки. Абсолютно не помню, что нам нужно сделать по заданию в этой миссии. Короче говоря, просто будем делать то, что нам прикажут. Пока что добираемся до точки. По-хорошему, надо было бы построить маршрут, какой-никакой. А-а-а, мы должны приехать к этой махи... А-а-а, нет, это мы. Это мы. А нам надо сюда. Мы могли бы, конечно, просто переместиться. Но это слишком просто. Насколько длинная у нас ребётка, интересно? Так, пока что сбросим. Ля-аха, Натаха, а чё я тут поехал вообще? Я думаю, мы разобьёмся, если попробуем тут проехать. Надо было всё-таки смотреть в карту маленько. Сунемся маленько в другой район. Вот тут склон такой, тоже такой себе. У нас, конечно, очень хорошие ходы, подвески и свесы, но... Может не повезти. Ну вот здесь уже, наверное, можно аккуратно скатиться. Так, вот, аккуратненько на бархатных тягах. О! А-а-а, вот это я... Блин, даже без повреждений. Тут филигранно было. Не, Шишига дело делает вообще. Она своё дело знает. Груз закреплён, а значит нам ничего не страшно. И домой мы приедем вовремя. На ней прямо очень просто всё это делается. Вспоминаю, как я тут возился на той маленькой... Невоподобной машине. Просто... Подглядел тут стримчанский у Купленова. Там тоже играл эту игру. Тупил жёстко вообще. Клеветал чё-то там на Сноураннер. Говорил, что... Вот, лебёдка раньше открывалась на букву В. Блин, по-моему на В открывался инвентарь, но... Кто использовал, блин, лебёдку через букву В? Когда лебёдка была на букву F. Вот так вот на F закрепил и на R сбросил. То же самое управление. Фары были на L, вообще не на T. Может он себе просто в начале игры поменял там настройки и потом... Говорил, что там было по-другому, но на самом деле нет. А к чему это я? Я забыл уже. Начал рассказывать про то, что подсмотрел у него. И забыл зачем. Наверное, я просто хотел выступить в защиту данной игрули. Она хороша. Это такой Сноураннер. Она немножко продвинутая, с доработками. Со всякими прикольчиками. Чёрт подери, вообще как она рвёт. Вообще. Я в этом месте застревал тогда. На ней прямо одно удовольствие кататься. И вот это не та игра, где хочется скипать какие-то расстояния. Наоборот, хочется, ну, по максимуму всё проезжать. Каждый участок. Ну, ещё, конечно, хотелось бы отремонтироваться. Чтобы отремонтироваться, нам надо делать вот так. Колёса пока не требуют. Заправимся. И, конечно же, пополним запасы топлива. Так, подожди. Погоди ты. Ага. Это у нас 200 литров запасного бензина. Кучу запчастей себе накидаем. Обязательно. Запасочка у нас одна. Так, что мы тут имеем? Можем взять с собой вот эти... Нет, подождите. Эти вещи у нас были. Домкрат возьмём на всякий случай. Вдруг пригодится. Домкрат здесь нужен, чтобы перевернуть машину в исходное состояние, если она... ...логично перевернулась. Этап завершён. Если вы перевернулись, откройте инвентарь, выберите... ...домкрат. Вот он, домкрат. Его сейчас нельзя использовать. Поехали дальше. Нам необходимо выбраться из лагеря. Очень странное задание, конечно. Блин, сейчас бы за рулём шишиги погонять, а не вот это вот всё. Они думают, что мы тут должны перевернуться где-то здесь, да? Выбираясь из лагеря и воспользоваться домкратом. Угу. Пересечь болото. Ёлы-палы. Страшно было. Очень страшно. Да это не болото. Тут даже не листая поверхность, потому что машина очень легко идёт. Ага. Если вы хотите воспользоваться лебёдкой, наверное, на подходящей точке крепления, используйте якорь. Я, конечно, всё понимаю, да? Так, это вот у нас многоразовый. Но я не хочу его использовать. Я хочу попробовать здесь на диагональных свесах пройти. Для того, чтобы диагонально подъехать, нам надо диагонально отъехать. Подъезжаем под углом неким. Запрокидываем колесо. Вот так. Закидываем первое колесо. И вот так, вот так, вот так, вот так. Да, вот так перескакиваем. Жопка у нас падает. Ну, в целом, машина очень хорошо идёт. Всё. А зачем нам, собственно говоря, что-то тратить, когда у нас и так всё хорошо получается? Супер. Супер. Возвращаемся в штаб. Little Colorado. Тяжёлый случай. Так, нужен вездеход. Ну, мы и так на вездеходе были. Я беру шишигу, ничего не знаю вообще. Есть у нас, конечно, вот такой вездеход. Но, чую, на нём будет. Хотя он такой прям прокачанный, подготовленный. Но всё же я возьму вот это дело. В инвентарь возьмём. Якорь. И. Домкратик. Топлива 500. 50 или взять? Ладно. Возьму 100 литров с собой. Дополнительный набор запчастей. Я думаю, нам не потребуется. Один из наших экспедиторов застрял в болоте, и нам придётся его эвакуировать. Это тяжёлый грузовик, поэтому вам понадобится мощное транспортное средство, чтобы... О-о-о-о. О-о-о. Я тогда... Нахрен. Сейчас... Коробку передач новую нашли. Многоступенчатая. Да, многоступенчатую поставим. Двигатель у нас пока один. Подвеска серийная. Трофий комплект, конечно, было бы хорошо, но... Колёса какие у нас стоят? Внедорожные. Внедорожные по камням хорошо. Потом бездорожье отлично. А тут у нас средние хорошо. Не, ну оставляем эти, конечно же. Лебёдка серийная, средняя. Возьмём удлинённую среднюю на всякий случай. И останемся без денег. И шноркель прям must have. Шноркель нужен всегда. Всё. Готово. Я готов отправляться... Оу-бой. В данном случае в экспедицию на Марс. А-а-а. То бедолагу мы видели. Почему время суток такое тёмное постоянно? Давайте его промотаем. Ну-ка. Посветлее стало. Во! Огонь! Аккуратненько. На бархатных тягах. Немножко на ручнике, чтобы в жопа не кувыркнулась вперёд. Здесь тоже так чик-чик-чик-чик медленно. Не спеша. Какие хорошие хода подвески у этой машины, блин. Прям прекрасные, я бы сказал. Сейчас мы тебя вытянем, дружок. На изи вообще. Это я ещё шины не спустил. И блокировочку не подключил. А мы тут уже как... По маслу едем. И куда нам тебя надо? Используйте лебёдку, чтобы... Ну-у-у, ладно. И чё? Дальше куда? Нам надо вернуть её... А в какое место надо её вернуть? О-о-о-о! О-ля-ля! Да, в целом можно вот так проехаться. Вот тут достаточно хорошая поверхность. Дорожная. Проедем здесь. Тут так вот поднимемся. Я надеюсь, что у нас это получится. Приспустим давление. Понижайку. И блокировочку дифференциала. И мы не едем. Потому что что? Правильно. Потому что мы сами застряли. Давайте хоть на сухую поверхность выберемся. Болото есть болото. Оно и в Африке болото. Ну хоть шноркель теперь есть. Не так страшно будет нырять куда-то. Надо подъезжать. Блин, по-сухому. В целом и автоматом лебёдка нормально цепляется. Понижайку. Шины спустим совсем сильно. Давай, ну, с раскачки. Ну ты хоть помогай, грузовичок, что ли. Попробуем тянуть по направлению движения грузовика. Я, конечно, тоже молодец съехал вот с этой поверхности. Теперь здесь ещё уступ мешается. Можно же ослабить лебёдку. Раньше не было такой радости, а теперь она есть. Сейчас. Маленько развернёмся. Вот так. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Всё, я думаю, блокировка нам больше не нужна. Так, не сталкиваем его обратно. И можем тихонько ехать. Ослабим лебёдку, чтобы у нас было некое расстояние между машинами. Чтоб тащить было его немного попроще. В данной ситуации надо ослаблять лебёдку и забираться самому повыше. Потому что мы, упираясь в горку, его не вытащим. Чтоб кого-то поднять, надо сперва самому подняться. Стоять. Давление можем сделать нормальное. Во! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Подожди. Не ту кнопку тыкнул. Отлично. Надо было нажимать F, чтобы его подтянуть. Сейчас этот вездеход заберётся в горку, и нам будет полегче маленько. Тут в целом, если прям сильно запариться, можно было и на внедорожнике всё это сделать. Но это было бы очень тяжело. Не знаю, как, конечно, тут работа системы рычагов. Я ни разу не пробовал, чтобы там обогнуть дерево при помощи лебёдки и при помощи, так сказать, рычага вот такого. За счёт дерева тащить машину. Но было бы интересно, кстати, решать такую задачку. Вот и всё. Вот и готово. Вот она и едет с нами уже. Понижайку можем выключить. Поверхность дорожная здесь у нас хорошая. По этим камням мы сами вряд ли заедем. Ещё меня всегда поражало, что в этой игре нельзя цепануть машину на трос, например, который ты тащишь. Из чего тут встрял-то? Тебе камушек мешаются? Короче, нельзя машину цепануть на трос, грубо говоря, и поехать из грязи вместе с ней с лебёдкой. То есть ты свою машину цепляешь лебёдкой к дереву, а другую машину цепляешь просто на трос, не обязательно лебёдкой. Вот сейчас ведь, по сути, сзади там даже не лебёдка работает, а крюк. Но всё это выглядит как лебёдка. А лебёдка у нас по факту только сзади. Точнее, только спереди. Сейчас нам надо вытаскивать недорожничек. Давай, дружище! Можно схитрить. Отъехать маленько назад и с рывка её дёрнуть. Вот таким образом. И ещё разок. Прям туго идёт. Туго, очень туго. Давай, 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 ну. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Так. Сказка про репку. Ну давай, динозаврик, ползи. Шишига тут напрягается, блин, изо всех сил ради тебя. Всё, супер, 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 молодцы. Хорошо идём. Эм, так. Опасная ситуёвина. Вот если она перевернётся. Надеюсь, у нас будет возможность её перевернуть обратно. Подъезжай к нам поближе. Здесь необходимо сокращать дистанцию. Да ладно, ну чё ты, блин? Камни уперлась. Сейчас тебе понравится. Смотри, чё есть у меня. У меня есть физика. Игровая. Срывка её берём. Раз. И... С разгончику надо. Если приспустим колёса чутка. И вот. Раз. Ещё и на блокировочке. Всё, поехали. Давай, 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 давай. Только не переворачивайся, не вздумай. Там домкрат денег стоит, поэтому я не хочу на тебя тратить. Как на понижайке ездить задом? Лебёдка, оттягивайте себя назад. Всё, короче. Ей вообще любой камень мешается. Надо её снова вырывать отсюда. Ещё у нас скоро топливо будет заканчиваться. Короче, я решаю, что нам надо отъехать подальше. Вот, во-первых, выехать с этой грязи на каменистую поверхность. Ещё давление на максималочку в колёсах сделаем. В этом месте и так будет зацеп. Теперь маленько разгонимся. И давай ещё разок. Ну, ты сможешь. Но мы почти её уже выкорчеваем. Давай, максимальное сцепление с дорогой. Тяжелущая, блин, капец. Шишига, конечно, вездеход. Но не такой хороший. Не такой тяжёлый, как та махина. Вот она пытается, она пытается. Вот и даже колёса вращаются передние. Ну. Мы уже дымим просто изо всех сил. Ослабим лебёдку. Давление на родину. Какая у нас максимальная длина лебёдки вообще. О! Отлично! Ну и теперь на всех парах рвём. А если сделать вид, что её там нет, мы её не замечаем. Просто едем. Так нельзя, да? Ну ладно, теперь стоит сделать по-умному. Подъехать вот сюда и дёрнуть её с этой стороны. Почему я не сделал так раньше, не знаю. Мне хотелось её попытаться выдернуть какими-то своими силами, там, срывка. По сути, должно было сработать, но не сработало. Тут у нас начинается скалолазание некое. Сперва залезаем сами. Ещё у нас скончается топливо. Думаю, надо заправить. Починиться малостью. Залезли. И теперь главное не перевернуть эту тарантайку. Всеми правдами и неправдами попытаемся её вытащить сюда. Она просто так не пойдёт. Чтобы она пошла, надо её объехать. Вытащить сперва на вот эту территорию. Слушай, а почему мы не можем цепануться к её переду? Типа его не видно, что ли? Не делай это так. Давай-ка. Ой. Извиняюсь. Вот так вот. Давайте её будем вытаскивать. У нас уже потемнело в игре. Ммм. Так-то лучше. Сделали перерыв наши водилы и вернулись с новыми силами для вытаскивания этого заблудшего крокодила. Вот по сути нам должно хватить мощности и массы, чтобы достать её. Ну, всеми колёсами гребём. Всеми. Тут... Это вранё, короче. По факту мы её легко должны достать в таких условиях. Таких условиях. Мы тянем её под правильным углом. Даже как будто бы рывками как-то получается это делать. Давайте пытаться будем. У меня пока непригодненьких мыслей, как это по-хорошему бы реализовать. Есть вариант максимально укоротить лебёдку. Подъехать вплотную к данной машине. Прямо вот так. Чтобы её тянуло вверх. Во. Вот так. Она же и вообще рвёт с места прям. Изи. Почему ты не можешь с ней включить двигатель автомобиля на лебёдке. Ааа. Всё это время я мог завести вторую машину, да? Давай, 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 давай. Ну. Просто раньше автомобиль автоматически заводился. А тут, видите, сделали так, что ты самостоятельно решаешь. А могу я блокировку там включить на машине, на автомобиле, который я тянул на лебёдке, или как? Нет, не могу. А если я блокировку включу? Полный привод на машине с лебёдкой. Какой-нибудь. Так, хорошо, давай. Я отъеду назад. Отключаем двигатель и... Срывка. Ну давай. Давай, ну. Хотя там даже кузов особо не упирается. Ну ты же можешь, ты же хочешь. Вот у тебя уже жопа заехала сюда. Все камни уже разворотились здесь. Сейчас попробую ещё раз в ту сторону его вытащить. Давай. Вот так, поехали. Во! Во! Отлично. Супер, супер. Ситуация грандиозная. Мы вытащили передние колёса, и теперь у нас кузов не должен туда упираться. Давай на короткой тяге максимально, чтобы ты никуда от нас не делся. Вот. Вот. Вот оно. Вот оно. Получилось. Маленький шаг для человека, но большой шаг в истории всего человечества. Е-бой. И... Вот мы на месте. Е-хе-е. Ну, и не сказать, что прям много денег дали. Земные вибрации. Сейсмовибратор нужен. Сейсмовибратор. Что у нас по проходимости? Дельная мощность. Вот этот мощнее, да? У него, кстати, больше улучшений. Дом крат... Сейсмовибратор. И... Ребёдочку. Топлива. А чё, мы не можем сюда поставить запас топлива? Сколько... Ух ты! Какая вариативность! Симпатичные. Сейсмовибратор. Подождите-ка. А я не могу сюда сесть вибратор поставить, да? А какого хрена? Чёрт! А... Бобо... Как её отменить? Так, бэкспейс убрать. Походу, придётся на... Вездеходе развлекаться. Сейсмовибратор. Так... Дисочки тоже какие-нибудь симпатичные. Поставим. Вот эти нравятся. Не знаю, почему выхлопные трубы. Хромированный. Перфорированный. Перфорированный. Красивый. Тяжёлые силовые пороги. Аварийный запас лучше оставим. Крыша. Ничего не можем сделать. Козырёк. Длинённый козырёк. Серийный бампер нам не нужен. Лучше силовой. Грузовая корзина. Пусть будет. Двигатель. Куплен. Этот стоит. Коробка передач. Серийная куплена. Это стоит. Подвеска. Но у нас уже лифт-комплект. Это приятно. Колёса стоят недорожные. Зашибись. Лебёдка удлинённая. Тяжёлая. Дифференциал подключаемый. Шноркель. Есть. Теперь дамкрат. Топливо. А чё, нельзя да? Ну ладно. Возьму ещё одну на всякий случай. Ещё один дамкрат. Мы готовы. Это будет непросто. Чё и я. Потому что здесь есть мой вибратор тяжёлый. А машинка у нас здоровая. Какой серьёзный салон. Дин, рация. Радио. Все дела. Но у неё должна быть хорошая проходимость. Единственное, что она имеет длинную базу. И на ней будет не так просто перемещаться. Это устройство используется в геологических экспедициях. Оно показывает расстояние до точки в правом верхнем углу экрана. Направление вы определите сами. На расстоянии меньше 150 метров срабатывает звуковой сигнал. И с этой точки меньше 10 метров. Исследовать область с помощью 60... Аааа. 61 метр нам до точки. Какая неповоротливая шняга, однако. Ну, для нас единственный вариант это ехать на полном приводе. Расстояние увеличивается. Это значит, что нам надо ехать... Куда-то сюда. Начали спускаться вниз, и расстояние начало расти. Поэтому давайте-ка вернемся назад. Таким вот образом. Вот это динозавр. Вот это я понимаю, да? Блин, а сзади у нас зачем такой бампер? Чтоб мы везде застревали? Ну ладно. Поехали. Так, 20 метров. Видимо, это где-то вот здесь. Отлично. Включаем сейсмовибратор. Супер. 300 метров. Так, двигаясь назад, мы удаляемся достаточно быстро. А к нам поди дальше-то здесь и надо ехать. Чего я вдруг решил вернуться? Давайте поедем здесь. Но это было бы логично. Чтоб не кидать игрока из стороны в сторону, а, скажем, начали двигаться сюда. Продолжаем сюда и двигаться дальше. Какая отличная смотровая щель на горных породах. Сейчас как раз бортуемся здесь. И вот, кстати, о чем я говорил. Вот этот задний бампер, он нам сейчас может очень сильно помешать. Потому что задние колеса падают, а он такой, а я тут постою. Но вроде как он сильных препятствий не создает. И, слава богу, вообще-то. 300-200 метров. Видно некие... Это дерево мы не сломаем. Оно достаточно толстое. Хорошо, аккуратненько едем. Так, 200 метров. Но это явно не на этом ск... Ай, больно было. Это нам надо вниз. Хорошо. Проверим, если мы будем ехать сюда... То в целом мы не отдаляемся. Опа! Как там у нас этот... Камеру-то как сделать? Бинокль. Сиди-ка, интересная штука здесь. Местные аборигены, наверное, оставили. Экспедируем дальше. Вы нашли склон. Да ладно? Ну, хоть ачивки не дают за всякие там... Камни и прочую дичь. 100 метров. Пока что едем и расстояние уменьшается. Значит, мы на верном пути. 63 метра. Теперь главный вопрос. Это на пляже? Вот тут снизу? Скорее всего, да. Тут всякие интересные вещи лежат, кстати. Это, по-моему, использовалось для подмывания золота. Расстояние растет. А значит, нам назад. Нет. Нам вверх, что ли, получается? Попробую тут заехать. Найхер там плавал. Подожди. Приближаешь вот... А-а-а-а. Вот оно нам куда. Вот там, где деревья стоят. Там надо просканировать местность. Расстояние должно у нас быть в радиусе 10 метров на точке сканирования. Какая неповоротливая шняга прям. Вот я повернул колеса. И вы думаете, она туда поедет? Ее будет тянуть вправо. Если поворачиваешь налево, и, соответственно, будет... Вот и оно. Так. По сейсмой вибрируем здесь. Все? Две точки. Две точки, блин. Ну ладно. Хорошо. Допустим. Так. Литл колорадо. Мы полностью все. Но это чисто знакомительно. И давайте отправимся в Аризону. Вот здесь уже нечто любопытное получается. Нужен якорь и домкрат. Автомобиль скаут. Из скаутов у нас вот Дон Дигидон номер 1. Дон Дигидон. Номер 2. Вот этот Дон Дигидон вроде как с колесиками побольше. Есть еще Котко Каньон. Специально нелицензированная машина. Вот просто те, кто говорят, что это не Нива. Вы посмотрите вот на вот этот силуэт. На эти двери. Вот эти ручки. Вот эти ручки Нивы. Это ручки Нивы. Понимаете? Те, кто видели старую Ниву. Они все помнят эти металлические вот эти вот щелкающие. Вот эти вот дверные ручки. Просто, ну как бы, чтобы за лицензию автомобиль на не платить. Они вот поменяли морду. Сделали ее чуть более похожую на старый. Форд Эксплорер или Рейндж Ровер какой-нибудь старенький. Такой, типа. Вот это дверь Нивы. Господи. Даже вот эти зеркала. Ну, насчет зеркала, кстати. Ну, они тоже мелкие, по-моему, такие были. Как и на Жигулях многих. Вот. Хорошо. Так, теперь вопрос. Более подготовленный у нас, наверное, вот этот аппарат будет. Только надо с него снять... ...вот это устройство. Эй, нет. Аварийный запас С. А лучше аварийный запас М. Тяжелый усиленный бампер, пускай стоит. Крыша. Зачем нам металлодетектора? Он же нам будет мешаться. Можно его продать. Хе-хе. Хоть он и бесплатный. Силовой бампер есть серийный. Нет, лучше силовой. Дисочки. Синенькие. Хорошо. Двигатель пока что один доступен. Так. О, какая-то точная регулировка доступна. Там и берем. Так, лифткомплект шины. Эээ... Ну, лучше, наверное... Ооо. Хе-хе. Не хватает денег. Очень жаль. А из имеющегося я ничего продать не могу, да? Там просто колесики такие прям... Фуф. Так, ну... Цвета тут всякие разные есть. Красный. Давайте-ка применим вот этот цвет. Я, правда, не вижу, как она выглядит. Хотелось бы ее осмотреть, но не получается. Что я могу продать? Варийный запас. С. Это нам ничего не дает. Мы не можем это продать. Просто я хотел шины. У нас стоят вездеходные. Но надо поставить хотя бы... Внедорожные. Ну, все, ладно. Допустим, поехали. Или что? Или пополним запасы... Нам не хватает на топливо. Мы опять все потратили. Погнали на экспедицию. Это у нас будет Аризона. Литлкара... Я вообще как будто местность не поменял. Вообще ничего не поменялось. Вот даже салон. На салон посмотрите. Такой же топорный, как в Ниве. Ну ладно, поехали. Тихо, не спеша. Будем продвигаться по точкам. Не совсем понятно, что тут нужно сделать. Но, наверное, просто пока изучить местность. Этап завершен. Похоже, у нас не так много вариантов выезда с базы. Нужно осмотреться. Ну, давай осмотримся. Дорога достаточно хорошая, ровная. Ничего не предвещает беду. Вид отсюда отличный. Может стоит осмотреться с помощью бинокля. Ну, давай. Смотримся, заглушим машину. Это у нас известно, что кнопочка Б. Инвентарь устройства бинокля. Видим припасы. И еще припасы. Я как будто бы слышу звуки живой природы. Самолет. Птицы, которые в воздухе почему-то зависли и никуда не летят. Видимо, когда мы открываем бинокль, время замирает. Ну и как будто бы все, что тут было, мы посмотрели. Супер. Движемся дальше. Найти способ спуститься. Присмотритесь. Присматриваемся. Присматриваемся. А-а-а-а. Эти тотемы не просто так. Ну, поехали на безопасную тропу. Сейчас, с учетом моего вождения, тут все опасно. Давай, динозаврик, ты справишься. Нейтралочка. У нас есть более четкая настройка пониженной передачи. Давай еще пониже передачку. Так, вот аккуратно сползаем. Торможение двигателем. Легонькое. А я шноркель-то не поставил, да? Вот я, дурак. Куда же мы без шноркеля-то по воде поедем? Ну, попробуем. У нас теперь достаточно мощная понижайка, кстати. Может творить чудеса. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какой опасный уровень воды. Даже музыка такая сразу напряженная. Потому что напряжение создается изрядное. Так, быстренько подтягиваем себя лебедкой. Чтобы нас отпустило то дерево, которое нас схватило. Грозно. Есть еще повышенная, кстати. Ну, на повышайке вообще замечательно. Бля, красота какая. Подъем выглядит сложным, но если уменьшить давление в шинах, это облегчит задачу. Какой подъем? Вот этот подъем, что ли? Он издевается иногда. Ну, давай. Уменьшаем давление. Понижайку. Стоять. Аааа, еще и лебедка есть. Место крепления лебедки. В таком случае все прям супер просто. Кроме полигональной карты дерева. Немножко назад. Понижайку. Порезвее понижайку. Давай, 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 давай. Ты сможешь. А, тут залезть вообще изи. За счет того, что там деревья помогают. Хорошо, давай. На низких тягах. Ааа, тут вообще можно прям не просто вот середина, а прям вот так. Ха. Какая интересная коробка. Давай, вытягивай меня, вытягивай. Ну. Я уже почти перевернулся. Все, отлично. Супер. Так, здесь надо пройти левее. Через вот этот вот срез горный. Чтобы не шлепнуться. Поломали несколько запчастей. Это не критично. Тут вообще можно сходу вот так нырять. Ну, и осталось только утонуть в болоте. Опасный уровень воды. Пройдем здесь с краю. Хорошо. Хорошо, идем. Блин, вот если бы я те колеса с 12 тысяч поставил, было бы еще лучше. Ну и шноркеля не хватает, конечно. Обмен предметов. Ящик с оборудованием, металлолом и бедренная кость. А у нас нет места вообще. Ну, что поделаешь. Этап завершен. А дальше что? А, доставить груз. Взглянем, куда нам надо его доставить. Новые друзья. Покорение фронтира. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, здесь. Ехать вариант так себе. Поэтому придется возвращаться плюс-минус тем же путем, которым мы и приехали. Почему у нас багажника нет на крыше? Такого упущения. С ним было бы гораздо проще. Мы же забрали ящик с оборудованием, правильно? Да. Все, поэтому можем резво рвать когти и ехать отсюда на повышенной. Сейчас как с разгончику залетим в эту гору. Смотрите. Подожди. Ну давай, ну у тебя же лучше сцепление становится. Давай, на низких тягах. Цепляйся, цепляйся. Давай, прям зубами. И газку, газку подали. Все, давление поднимаем. Выехали. Максимальная понижайка. Теперь повышайка. И ловко кубарем с гор. Че ж ты носом так клюешь-то? Нормально. Все так и было задумано. То че это я запчасти катаю с собой, а ремонтироваться не буду? Ну вот тут есть подъем прям перед нами. Неужели этот подъем является опасным? Не обманывайте меня. Вполне себе нормальный подъем. Сейчас мы в него заедем. Только подремонтируемся. И, наверное, можно подзаправиться. То, мало ли, при наклонах бензобака у нас случится недобор топлива, и мы встрянем. Так, ну на ручнике мы далеко не уедем, поэтому подрубим понижайку, чтобы у нас автоматическая блокировка дифференциала срабатывала местами. И будем забираться. Давление пониже. Так, уже лучше. Хорошо. Прекрасно ползем. Можно даже поддать газку. Чтоб все это чуть более резво происходило. И где-то здесь, наверное, уже можно будет давление в шинах восстановить. Да. Ну и на автоматической коробке поехать. Такие кидают в стороны, а по камню вообще кисло. Не, он, кстати, хороший такой внедорожник. Бодренький. Ну тут мы даже на заднем приводе справимся. А вот мы и на месте. Доставили ящик с оборудованием. Получите менее 200 урона. Супер. Тут хотя бы нормально денег дали. Ну что ж, наверное, пора заканчивать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. А дальше будет только интересно. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok